Мы живем на уникальной планете. Земля – это единственная планета Солнечной системе, пригодная для жизни. Большая часть поверхности Земли покрыта водой. При этом общая площадь суши составляет 150 миллионов квадратных километров, десятая часть из которых – это практически непригодные для жизни человека земли Антарктики. Население Земли составляет чуть менее 8 миллиардов, что значит, что на каждого человека приходится участок Земли чуть более полутора гектар. Это приблизительно квадрат со стороной 125 метров. Современный человек производит в среднем 500 килограмм мусора в год, что составляет около 2000 кубометров. Эта цифра неуклонно растет. А это значит, что каждый из нас ежегодно образует мусорную гору высотой 20 метров и площадью 10 на 10. И, следовательно, пройдет менее 15 лет, прежде чем нам придется жить на собственном мусоре. Как правило, мусорные полигоны периодически горят. При этом в атмосферу выделяется большое количество токсических веществ. С осадками яд также попадает в грунт, распространяется по подземным водам. Таким образом, вместе с воздухом мы вдыхаем ядовитые вещества. Едим продукты, выросшие на отравленной почве. Насыщаем себя токсинами вместе с водой. Как же быть? Может ли человек повлиять на подобное развитие событий? Один из самых эффективных способов сокращения отходов – это разумное потребление. Для этого стоит запомнить и внедрить в свою жизнь несколько несложных правил. Каждый раз перед походом в магазин составь список того, что ты планируешь купить именно сегодня и отправляйся целенаправленно только в те отделы супермаркета, в которых продают необходимые тебе товары. Отдавай предпочтение тем товарам, которые содержат наименьшее количество упаковки. Подумай, как долго тебе может прослужить та вещь, которую ты собираешься купить. Можешь ли ты заменить ее тем, что у тебя уже есть? Не поддавайся сезонной моде. Покупай только качественные и долговечные вещи. Не бери бесплатные подарки на кассе магазина, которые, как правило, не несут особой ценности. Откажись от одноразовой посуды. Но и это еще не все. Даже если ты будешь следовать вышеизложенным рекомендациям, в твоем доме все равно будет накапливаться немало отходов и мусора. Потому, перед тем, как выбрасывать мусор, отделите отходы, которые подлежат переработке. Ведь по статистике 80% отходов можно использовать как сырье для новых вещей. Но самое главное. Определить, какой мусор относится к категории опасного. Это батарейки, отжившие свой срок службы электроприборы, отходы бытовой химии, остатки лакокрасочных изделий. Использованные батарейки следует собирать в отдельную емкость с крышкой. Потом их можно будет отнести в пункт приема в ближайшем супермаркете. Иные отходы, относящиеся к категории опасных, вы также можете отнести в специализированные пункты приема, адрес которых можно узнать на сайте kuhuvia.ee. Стеклянную, пластиковую и металлическую посуду, на этикетке которой изображен подобный значок, можно отнести в ближайший тароавтомат. Это сделает вашу следующую покупку немного дешевле. Если же в вашем доме появилась стеклянная тара без вышеуказанного значка, то стоит узнать, где в вашем районе стоит специальный контейнер для стекла. Упаковку с остатками пищи желательно очистить и придав ей компактную форму, также отправить в специальный контейнер. Картонные и бумажные изделия, которые вам больше не пригодятся, нужно выбрасывать в отдельный контейнер, на котором написано PABRE-YAPAP. При этом стоит проследить, чтобы они были без значительных загрязнений и признаков промокания. Изделия же, подобные картонным упаковкам для яиц, не относятся к данной категории отходов, так как они являются конечным продуктом переработки. Если ты не знаешь, где находится ближайший контейнер для упаковки или опасных отходов, а также хочешь получить более подробную информацию о сортировке отходов в Эстонии, тебе поможет сайт kuhuvia.ee. Если мы изменим свои жизненные привычки и уже сейчас начнем жить разумно и экологично, то нашим детям не придется искать другую планету для жизни.